Экстракорпоральное оплодотворение, или ЭКО, процедура, посредством которой яйцеклетка человека оплодотворяется в пробирке и затем помещается обратно в матку матери для дальнейшего роста. ЭКО может разрешить проблемы, связанные с бесплодием, такие как повреждение маточной трубы у женщины и патологическое состояние спермы у мужчины. Это один из самых успешных способов борьбы с бесплодием человека. На первой стадии ЭКО у матери под наркозом могут извлечь до 20 яйцеклеток. Но вероятность успеха этой процедуры низкая. Многие из этих яйцеклеток могут быть незрелыми и, следовательно, не смогут быть оплодотворены. Затем сперматозоиды помещаются в пробирку с яйцеклетками. Если сперматозоид не может проникнуть в яйцеклетку, один сперматозоид вводится непосредственно эмбриологам. Яйцеклетки и сперматозоиды далее помещают в инкубатор и оставляют при температуре тела примерно на 18 часов. И снабжают питательными веществами, чтобы увеличить вероятность оплодотворения. Затем оплодотворенные яйцеклетки развиваются в эмбрион. Обычно отбирают два или три эмбриона, которые транспортируются через шейку матки в матку, что произошло бы на третий день естественного оплодотворения. С этого момента эмбрион должен выживать сам. Он должен прикрепиться к матке и продолжить развиваться естественным путем. Вероятность неудачи высока. Процедура была разработана в Британии в 70-е годы терапевтами Патриком Стептол и Робертом Эдвардсом. Первого успеха они добились в 78-м году, когда на свет появился первый ребенок из пробирки – Луиза Браун. С тех пор ЭКО подарила радость быть родителями более чем 3 миллионам пар, у которых было мало надежды на зачатие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова